Ну что ж, дорогие зрители, мы вас снова приветствуем. У нас следующий матч Астралис против команды Тим Икс на карте Оверпасс. Для вас комментирует Арсений Сеня Треноженко и Дмитрий Кристалмей Корчевинин. Да-да, всем привет. Привет снова и у нас почему-то Астралис теперь за немецкий флаг воюет. Я не знаю, что происходит с админами, но что-то с ними явно происходит сегодня не то. Опять же какие-то технические неполадки, именно поэтому мы порядка, ну да, полчаса мы потратили ровно на то, чтобы подождать между матчами Na'Vi и Астралии с Тим Икс, хотя должны были начинать типа там через три минуты официально после окончания предыдущей карты. Но да ладно, случается. Глейв с Валди, кстати, заняли вдвоем дефолтные бочки, от них отстреливают. Очень-очень классно все делают сейчас Тим Икс, просто оправляют минус пять. Или нет? Или Кирбай все-таки сможет это сделать? Нет. Его просто отстрежут лево-направо, направо-налево. В конце концов, Валди получает за него 1500 голды. Прекрасное начало дня для Тим Икс. Ну, раскидка была очень хорошая у команды Астралиса. Вот что случилось после этого, непонятно. Два человека на бочке расстреляли абсолютно всю команду. Забыли стандартный какой-то коктейль Молотова, самый простой откидать. Но опять же, в пистолетном раунде, конечно же, может и не быть этого коктейля. Но если уж раскидываешь весь план, то желательно кому-то не покупать первую армору, а все-таки взять такую важную гранату. 1-0. Тим Иксы поверили в счете. Еще и на нож одного из какого команды Астралис посадили. Полторы тысячи заработали. Соответственно, бай хорошие. М-ки плюс у МП-шки. Но у команды Астралис Форсбай это первая армора плюс пистолеты. Ребята заняли половину, уже даже больше половины карты. Длина туалеты. Ну и подвалы, естественно, могут пойти как на А, так и на Б. Мы видим то, что постепенно открывается у нас девайс на лонке. Тут нашел он Снэпи. Снэпи без отказа. Просто этот парень молодец. Демонстрирует очень серьезный уровень с первого же дня. Мы помним его еще в выступлении на Несел против Фейзов, где все-таки Тим Икс, конечно, не проиграли. Они являются, в общем-то, явно аутсайдерами группы и вообще аутсайдерами чемпионата. Ну, что касается Астралисов, они сюда пришли побеждать. Им нельзя отдавать такие карты, потому что они играют против довольно слабой команды. Но, опять же, мы видим то, что они уже потеряли одного игрока, своего основного снайпера. И сейчас вынуждены с этими дезертами идти в сторону Б-пунта, судя по всему. Они думают о том, чтобы сделать какой-то фейк. Хотя, опять же, не с чего его делать. У вас меньшинство. Есть одна флешка. То есть, по факту нужно что-то отоймить. А отоймить нечего, потому что Тим Икс просто сейчас играет очень-очень глубоко. После того, как они получили большинство, они решили сыграть суперсклизко. Тихо, спокойно, никуда не высовывая свои моськи. И сейчас Астралисы вынуждены выходить на 20-секундном тайминге. Это будет суперсложно. Для них Дюпри пытается отоймить Приса, который находится на халпе. Но где Аим? Где Аим, Дюпришечка? Ну, что это такое? Прис тем временем вместе со Снэпи уничтожает людей на левое и на правое. Азипик состоится один последним игроком. Команда Астралис, нечего делать ему здесь, нечего. Его отсылают прямиком в следующий раунд. И Тим Икс берут два подряд, не потеряв ни одного игрока. Замечу, что за два раунда, за оба раунда, да. То есть, из десяти возможных они потеряли ноль. ОМПшки плюс Эмки остаются у нас. У команды Тим Икс, естественно, Астралис покупать нечего. Они только что слились. Здесь, причем, как ты уже сказал, все совсем плохо. Нету фрагов абсолютно. Соответственно, не зарабатывают даже по 300 долларов. Это печально. Но начало. Только начало игры. Поэтому, в принципе, все не так и критично, как мы можем с вами подумать. Раскованно играют, естественно, Тим Иксы. Они не меняли свои девайсы. Остаются с МПшками, кто-то с МКами. Формят. Все довольно-таки хорошо. Фриз возвращается у нас на длину, естественно, ее чекает, замечая там Керригана. Волноваться пока что не о чем, потому что у команды Астралис глоки. Правда, вот Фриз сошибается на ровном месте. Керригану удалось в итоге с глока развалить Фриза, у которого был второй армор. Но Моди на чеку. Играет на хелпе, забирает одного, второго. Скорее всего, третьего погибает от девайса. Ну и так получается, что раунд с глоками ребята из команды Астралис в любом случае провели уже намного лучше, нежели когда покупали пистолеты с первыми арморами. Дипокс остается один на хелпе против троих. Его замечает Глейв. И это еще один раунд для команды Тим Икс. Счет 3-0. Что-то вот, честно говоря, я послушал сейчас глоки. Я понял то, что глок-то посимпатичнее смотрится, чем все остальные девайсы с точки зрения звука нового из пистолетов. Вот он как-то похож на реальность. Точнее, даже не на реальность, а на то, что ты ожидаешь от звука глока, когда смотришь на него. Ну, что касается Тим Иксов, они будут играть через соло ВП от Фриза, с остальными сэмками. Астралис точно так же закупается, и у Керригана будет АВАП. Мы помним, что он довольно часто брал себе эту снайперскую винтовку на протяжении мейджера. Хотя, опять же, основным снайпером все еще является вроде как Девайс, но не в этом случае. У нас Депри движется первым, выходит на болото, отконтролили эту точку, видели, что Глаив там прыгал. Но, опять же, он сейчас может попрыгать еще немного и получить себе довольно неплохой отстрел в голову. Вот Кербай вместе с Депри все еще держится на подходах к ЗЗ. Это, судя по всему, будет именно экзекуция Б-планта и соло фейк от Девайса. Точнее, соло люрк от Девайса. Замечу то, что у Фриса и Снэпи позиция для того, чтобы отрабатывать ранние выходы на А-плент. А вот с ротацией на Б будет довольно сложная, но и она не понадобится, судя по всему. Потому что Балди вместе с Глайвом очень грамотно принимает этот плент. Размен полностью в их пользу. Депри вместе с Девайсом остается двумя против трех игроков Даскова коллектива. И теперь уже Снэпи вышел с интерграунда. Стрелил половину ХП от Депри. И Девайс будет, вроде как, должен выходить с Больших Песков, помочь самому тиммейту, который оказался заперт с двух огней. Сочнее, с двух сторон, с двух углов. И Девайс поставит эту бомбу. Ну и Тиммейкс, судя по всему, дадут своему оппонентам хотя бы заработать денег на постановке бомбы. Ну а дальше будут тихим Сапом двигаться в сторону А-плент для того, чтобы сделать ретейк. Ну вот в спине у нас есть Снэпи, который переселивает Девайса. Это довольно важный фраг. И теперь, конечно же, Дюпри остается один против троих. Получил инфу по Снэпи, сделал килл. Но теперь два человека, которые остались в команде Тиммейса, они, естественно, знают, где находятся последние оппоненты. Если не зафейлят, легко и просто заберут этот раунд. У Дюпри, кстати, шансов здесь один. Только шить Снэпи. И у него это получается. Забирает одного из соперников. Моди остается один на один против Дюпри. Просто садится в тупой депуте. Дюпри выскакивает. Моди забирает соперника. Но в итоге бомба будет взорвана. Очень плохо разыграли, естественно, ребята из команды Тиммейса этот раунд. Непонятно, зачем они откинули этот смок. Нужно было, конечно же, просто контролировать зигзаг. Тогда бы они вдвоем перестреляли бы одного Дюпри и взяли бы этот раунд. Но а так подарили ему, по сути, вот эту халяву. Ну, 50 на 50. И в итоге как раз-таки сыграли 50%, которых Дюпри прошивает через смок оппонента и берет раунд. Глэйс и Олди должны сейчас подгореть, конечно. Они очень круто принимали этот выход на бэплэнт. Разменяли свою пользу 2 на 3. И в общем и целом-то все должно было пойти по плану. Но, опять же, их тиммейты не справились. Поэтому что можно посоветовать? Либо менять тиммейтов, либо все-таки как-то давать им обратную связь по всему, что происходит сейчас. Но Астралисы опять начинают раунд с того, что захватывают подходы к большим пескам и к болоту. Но пока что не особо шевелятся. Что интересно, кстати. Потому что они все еще могут придумать все еще, найти как пиков, например, на андерграунде. Или на подходах к киндерплацу, на которых сидит сейчас Девайс. И пока что, пока что Астралисы супер медленный раунд разыгрывают. Такой прямо цепной кошечки двигаются в сторону болота. Валди будет их принимать. Шифтинг очень-очень жесткий. И кирпай из Деприв все-таки, да, получает довольно много демидж. 15 хп остается Деприв всего лишь. И дальше размены не пошли со стороны Девайса и компании. Видим то, что датчане все еще очень жестко держатся и не отдают ни одной позиции. Астралисы пытаются хоть куда-то свой носик показать. Но пока не очень получается. Крыг, кстати, законтролил туалеты. Не знает, где находится Снэйпи, который стоит здесь на банане и ожидает своих противников. Ну и пока что есть небольшое, наверное, преимущество по количеству хп у нас в команде Тим Икс. Они контролят, самое главное, пленты, а время работает как раз-таки на них же. Поэтому в целом раунд такой отдать будет довольно тяжело. Тем более еще и коктейль молотова. Тип понимает, что это точно Аплент. Возвращается с Бена. По-прежнему, она с Аплент принимает пока что два человека, но уже два на помощь бегут. Зипекс, правда, закрывает Хриса. Можно ставить бомбы на контейнере. И, по сути, слой раунд отдадут парни из команды Тим Икс. Моди врывается по садиму Смака. И на пятой секунде раунд уходит команду Астралис. Счет становится 3-2 в пользу Тим Икс. Но денег у них нету. И Астралисы, скорее всего, возьмут еще один раунд. Ну, это вот начало конца. Да, такая череда маленьких нелепых ошибок, которые приводят команду, которая менее опытна, менее сильна по личному скиллу, к отдаче пару раундов, которые теперь еще и означают, скорее всего, отдачу третьего подряд. Это, конечно, будет давить на мораль. Сейчас это давит еще и на экономику. Супер неприятно. Хотя, казалось бы, да, последние два раунда они совершенно спокойно могли реализовывать. И вот эта фатальная ошибка в предыдущем. И сейчас она дает слишком много дивидендов для Астралис, которые ими, конечно же, воспользуются. Фармит у нас Гирбай, дашь 2 Азип Икс Моди. И, в общем-то, полностью валится этот Беплен. Снайпи остался один. У меня Шамейка его, конечно же, тоже прикончит. Сейчас у нас 3-3. Астралисы нашли свою волну. И сейчас нужно будет ее удержать против девайсного раунда от Тим Икс. Да уж. Ну и что? Астралия закупили. И, конечно же, у них все хорошо. С каждым разом все лучше и лучше. А вот команда Тим Икс, естественно, испытывает проблемы. Но только что делали ЭК. Теперь АВП есть, АМК есть. Правда, под ноль скупились. Нужно брать. Конечно же, брать. Тем более, играет за защиту. Христов понимает. Решил сыграть на длине. Выбирает нужный пиксель. Чекает за скалу. Переним Кзипокс. Ловит хедшотом Глейва, который чекал в прыжках. Вот это стрельба. Вот это реакция. Кзипокс. Отличная работа. Ситуация 5-4. В меньшинстве теперь, естественно, ребята из команды Тим Икс. И на Б-пленте играет пока что один лишь Валде. Довольно тяжелый раунд. Очередной тяжелый раунд для команды Тим Икс. Может быть, стоит немножко рискануть Снейпи вместе с Фрисом. Должно найти какое-то... Нет. Ничего не нашли. Они, в общем, получили. Сейчас состралица еще большее преимущество. Постепенно выйдут на этот Аплент. С Фрис находится вообще полностью вне позиции. На лонге его, скорее всего, просто отрежут, как только узнают о том, что он там находится. Можете время пытаться их ухудшить продемонстрировать. Мы все прекрасно знаем, что это довольно слабая позиция. Ничего этого у него не получается. Фрис тем временем отстреливает все-таки. Двайса находит еще и фраг на Кирбай. Что? Валди... Почему Керриган не смотрел этот момент, когда хотя бы кто-нибудь не смотрел этот банк? Валди добивает капитана команды Астралис. Сейчас Дюпри все-таки отвечает фрагом на фраг. И теперь Фрис остается один с Дюпри и с Зипиксом. Ему надо будет танцевать. Замечу то, что он не имеет информации по мистеросположению противника. Мы видим то, что Астралисы просто убегают на бэк-плент. Более чем грамотное решение. У них для этого были все тайминги. Но если бы вот это не потеря Валди, то они могли бы, наверное, разрулить ситуацию 2 в 2. Но сейчас уже Фрису я, честно говоря, даже не знаю, какое решение ему стоит предпринимать. Потому что идти на ретейк... Он даже не знает, на самом деле, до какого планета надо идти на ретейк. Поэтому он будет просто-напросто сэйвить этот АВАП вместе с раскидками и первым армором. Сохраняет девайс Фрис. Уходит на терреский респаун. Ничего ему здесь не светит. Времени слишком мало остается. Да и АВП ствол-то даже в руках Фриса. Он довольно немобильный девайс. 4-3 Астралис выходит вперед. Но с этим АВП постарается Фрис, естественно, сыграть в следующем раунде. Вот как с Нави на трейне. Симплу удалось забрать двоих. Может быть и сейчас на Аверпассе получится нечто подобное. Если Фрис сыграет более агрессивно. Там Фонтан подожмет или на Б, например, сделает первый фраг, потом перегруппируется. Ну, все это зависит, естественно, от игры. Еще от очки спауна. Ну и спауна, конечно. У него плохой. Сейчас, например, спаун у него под Б. И он пойдет, скорее всего, на ЗИК или непосредственно в Большие пески. Там постарается стрелить... Я, кстати, новое название услышал. Этой трубы главной на Б. Это РОД. Какой? А, ты имеешь в виду... Ну, вот главная труба ТР в Большие пески. На Большие пески. РОД. На Б. Потому что там картинка. А, да, да, да. РОД, да. Один из вариантов, кстати. Вообще, англоязычная катера называет его монстром. Ну, типа, тоже нарисован. Там вот этот Путрофс. Они называют его монстром. Итак, что у нас таки с Фризом? Фриз пока что живой. Тем временем решили сыграть пистолеты. В первую очередь, агрессивно. Но у них что-то получилось. Кьярбе погиб. Девайс тоже. Ну, и Фриз остается пока что на пленте. Глейв на Б пленте. Играют Астралис довольно аккуратно. Ждут. Ждут сейчас Астралиса. Даже не знаю, что, на самом деле. Можно было бы совершенно спокойно на шифте дойти до этого Б плента. Мы видим то, что, например, Дипри просто как копанный возможные поджимки со стороны андерграунда контролит. Хотя, опять же, понятно, прекрасно, что ТМИК сейчас располагается 1-1 по А и Б плентам. Хотя Глейв решает, что стоит передвинуться в сторону А плента. Ну, не то чтобы ошибка. Он просто не имеет информации. Решил рискнуть. Решил усилить А. На самом деле, Бомбата придет, в конце концов, на Б плент. И придет она туда в ближайшие 20 секунд. Эти пиксы, Греганом, открываются на большие пески. Глейв понимает, что он сделал ошибку в передвижении сюда. И, на самом деле, Фрис не будет ему помогать. Фрис засейвит ТВП на встречу девайсный раунд. А Глейв имеет все шансы на то, чтобы пойти отдаться. Ну, попробовать хотя бы хоть что-то сделать со своим П-250. Но вместо этого он просто отдается, продамажив Зипиксы до 54 МХП. Астралисы возьмут пятый. Мне кажется, что они возьмут и шестой. Уверенности, честно говоря, датчан нету. Радует, по факту, это только Глейв вместе с Валди. Хотя, опять же, если посмотреть по фракстатам, то все более-менее равноценно. Да, вот единственное, что у Фриса только три фрага. Хотя он снайпер команды и должен, наверное, иметь немножко побольше. Но сейчас посмотрим, в следующем раунде у него будет ИВП. Может быть, сможет реализовать. Фрис по-прежнему спрячется. Ничего не вышло в этом раунде. Ну, странная игра от энтри снайпера. Причем Фрис довольно агрессивный игрок. Но почему-то он в этом раунде выбрал явно не ту позицию и не шел воевать до конца. 5-3. Астрализы пока что уверенно играют на карте Оверпасс. Но для Астралов это одна из лучших карт. Они постоянно катают ее, насколько мы все помним, с Виртуз Прох. И обыгрывают поляков, кстати, на Оверпассе часто. Поэтому ТС-команды ТМХ пока что не чувствуют чего-то сверхъестественного. Пистолетный раунд, правда, отдали. Потом второй, третий. Даже мы отмечали, что по нулям была статистика у нас у Астрализ. Но потом уже закупились в первом бае и начинают как каток переезжать ТМХ. Но ТМХ является второй, третьей командой. Наверное, даже третьей командой, естественно, в Дании. Насколько мы все помним, второй является Дигнитос. Поэтому тут, само собой, разумеется, что Астрализы и психологически готовы обыгрывать своих оппонентов. И, ну, по всем другим аспектам этой великолепной игры. Пока что ситуация в 5-5. Керриган, правда, просел. 23% у него чекает длину. Два человека отвечают за главный выход на точку А. Это фриз. И, наверное, Модди, да? Кто-то бегает туда-сюда. Ну и два человека у команды ТМХ на точке Б. Фриз ловит длину. Минус Керриган. Добивает своего оппонента. Ну и теперь Астрализ придется брать раунд 4 в 5. Может быть, это будет довольно сложно. Потому что, по факту, ТМХ еще не потратил вообще никаких практически раскидок. То есть, имеется целых три смока. Два смока, прошу прощения, Молотов. То есть, довольно много гранатного держания. А у Астрализа время-то тикает. То есть, 40 секунд. И один положенный смок может отрезать целый фланг, с которым могут наступать Астрализы. И это будет очень-очень много. Что касается датчанти, вообще стоят как копаны. И не хотят вперед выходить. Девайс выдвигается со стороны Лонга. Открывается с ОВП. Не видит своих целей. Знает, что есть игрок за Камазиком. Снэйпи отрезал уже Дюпри. Вот он, получается, по щам отзывается. Заговнула информация по месторасположению. И Моди дальше падает. И на банке. Можно было бы уже фриса здесь отделать. Но не случилось. Девайс просто-напросто не выстреливает. Кирбай тем временем ставит бомбу. И отворачивается на банан. А на банане был Валди. И он вообще без какого-либо саппорта, без какого-либо размена. Просто выдвигается. Один и получает плюху. Глэйв тем временем тоже отдается. Фрис остается один. Откидывает голову Кирбай. И неплохо. Но дипузов нету. Надо торопиться. Прямо сейчас выходите. Супер наивные действия. Фрис, он двойным выстрелом из ОВП. Не попадает по девайсу. И тот просто с глака в упор его осаждает. Что ж, Team XM в этот раз снова будет играть без экономики. Хотя, может быть, все-таки откидает сейчас Фрис. Кому-нибудь что-нибудь. У него 10 тысяч осталось со всеми этими сейвами. И посмотрим на какие... Нет, нет, не будет у нас какого-то бая. Адекватного будет форс от Валды с Зэшкой. Вторым армором. Чем-то первым армором. Первый армор от Блэйва. Снайпи будет голенький. И Фрис тоже будет голенький. Да уж, не клеится игра абсолютного команды Team X. Кстати, вот вчера, как они отыграли? Ухо с Нканисом комментировали. Против Непофтами, что они не катали. Да, тоже проиграли. А нет, они играли против Холл Рейзерс. Они проиграли... Они выиграли две карты против Холл Рейзерс в 16-14-16-14. То есть это была борьба на ДС-2 и Коблстоуне. Молодцы. Ну тогда еще не все так плохо. Потому что я думал, если вчера проиграли и в первый день, когда мы с тобой кастили, тогда они бы шли вообще с поражением. Только это была... Я ошибся. Это был Старладдер. А то, что комментировали наши парни, они играли против Непофт и проиграли им 8-16-14-16. Ну тогда, видишь, они идут сейчас с поражениями. Если сейчас проиграют, тогда их ждет довольно серьезный провал. В начале лиги три матча и три поражения. Ну с Детрейном они должны быть серьезнее все. Они же сыграли... Помнишь, мы с тобой комментировали 17-го числа, они против Фейзофф сыграли 16-13 на Детрейне. То есть есть шансы против Астрали сыграть более-менее уверенную карту вторую. А у нас Детрейн будет после этого. Ну, ладно. Это такое, но команде ТМХ, конечно же, нужно собираться и показывать на оверпассе хотя бы что-то, чтобы на трейне, естественно, было играть попроще. Потому что если в сухую проиграют оверпасс, то и на трейне по морали могут выступить не очень хорошо. Тем временем у нас фейковая раскидка Б-планта от Астрала в выход на точку А. Тем временем Фрис ослевает девайс, как ярбой бешает вместе с Дюппи головы. Гзипок ослевает Фриса прострелом. Ну и Валда остается один против четверых. Играет с ЖКТ Хлпиа на точке Б. Но бомба вставится в совсем другом направлении. Кстати, Астралис действует с очень поздним таймингом. На десятой секунде ставится бомба. Причем уже не первый раз они это делают. Но такая тактика работает, по крайней мере, против Иксов. И это седьмой раунд для Астралис. Заразились немного от Блэйда. А так, в общем и целом, да, она все равно у них работает. В отличие от известного СНГ-коллектива, которым частенько подобные вещи заканчиваются провалами просто из-за одной ошибки. Потому что все-таки вы не имеете права на ошибку, если вы выходите на 20-секундном тайминге. Ну, мы видим то, что вот этот вот три раунда, за которые Тим Икс потеряли всего двух игроков, первых трех, это, видимо, было просто какое-то недоразумение. Потому что Астралисы явно очень-очень уверены в Европасе. Они уверены на слабой стороне. И, скорее всего, на сильной просто продолжат доминировать. И, честно говоря, я не вижу никакого просвета. Просто я не вижу даже одного какого-то лидера, который бы мог бы у Тим Икс взять и начать убивать людей и тянуть за собой команду. Потому что нужен какой-то человек, который прям покажет и говорит, парни, все, можно с ними разбираться без всяких проблем. Все их пушают отстой, это скука. Это однообразно, и мы можем это все контрить на корню. Вот у Фриса, кстати, по-моему, первый выход на фонтан. В конце концов, ничего ему не дается здесь. Никого не находит. А Астралис начинает снова. Это слоу-моушен раунд. Такой скользкий, липкий, в котором они будут только в окончании карты выходить, еще и в окончании раунда выходить на одну из точек. Тем временем, снова стоят. Снова стоят Астралис. И, кстати, команда Тим Икс ничего не меняет в своем диффенсе. Они по-прежнему играют довольно пассивно, никуда не вылазят, никаких выходов на длину, на банан и так далее. Просто играют в тот Counter-Strike, который они натренировали и не пытаются что-либо поменять. Хотя менять, естественно, стоит. Игра не идет, и Астралисы их постоянно переезжают. Глэйва ловят на зиге, вроде как особо не вылазил, но Тюпри просто проверил точку и повесил моментальный хэдшот. Ситуация 4 в 5. В меньшинстве снова, скажем так, аутсайдеры этой лиги, команда Тим Икс. И взять такой раунд будет тоже довольно тяжело, потому что они в большинстве на меньшинство не могут взять, а в меньшинстве на большинство, естественно, еще тяжелее. Девайс ловят у нас сейчас фриз на длине. Итоги получаются все таким образом, что один лишь Снайпи принимает Аплэнд, и то принимает его, поскольку на банане, но на Аплэнд заходит просто Девайс, говорит, ребята, тут, короче, никого нет, вас, наверное, в засаду принимают, но неужели пойдут они на эту засаду? Если пойдут, тогда сейчас проиграет раунд, потому что Снайпи уже в спине. Снайпи открывает у нас двери, забирает одного, забирает практически второго, но и Астралис из-за того, что на последних секундах действует, допускает огромную ошибку. Девайс в итоге остается один против двоих, и Астралисы отдают на свой раунд. Но вот время идет, Астралисы не учатся. По-моему, что-то подобное они отдавали на мейджорах и до того, и после. То есть, ну, не могут понять, что нужно все-таки перегруппироваться, или наоборот, Девайсу намного быстрее было действовать и прийти все-таки на бэплэн спину компонента. Да, его тайминги явно были совсем-совсем неподходящими для его команды. Слишком уж быстро тут все сделал Снэпи. Но опять же, да, стрельба от Снэпи была замечательная совершенно. Астралисы, в свою очередь, сейчас будут отыгрывать с Девайсами. У них за счет того, что они взяли целых 7 раундов подряд, все просто замечательно, поэтому можно себе позволить еще даже один Девайсный раунд проиграть. Что касается ТМХ, мы видим то, что Фрис контролит у нас соло АВАП на лонге, ему помогает Снэпи, и Астралисы двигаются в сторону бэплэнта снова. То есть они снова выйдет Фрисовский АВП. Если тот не произойдет ротацию очень быстро, по информации от Валди Глэйви и Моди, которые сейчас играют с балкона. Кстати, он может зацепить головушку буйную Кирбая, надамаживал он 50 хп, на самом деле должен был здесь убивать, но не получилось. Халявный был бы совершенно фраг. Кирбая остается с 34 хп. Это, конечно, совсем у меня не весело, но в общем и целом все равно Астралисы не получили каких-то минусов важнейших. А вот сейчас получили. Девайс вышел просто на лонг и получил по щам от Фриса. Вот эти действия, конечно, могут дорогого стоить, потому как сейчас ТМХ совершенно спокойно будет производить ротацию в более глубокие позиции. Фрис свою миссию выполнил, и сейчас может принимать банан. А туда Астралисы уже бегут вперед. Кирбая получает по щам. И, в общем-то, все. На этом по факту-то раунд можно и заканчивать. Я практически не верю в то, что здесь можно что-то продемонстрировать. Опять же, может быть, стрельба Керригана с ВП. А халява залетает от Зипикса в голову Фрису через Смог. И парни из Астралис. У них остается 30 секунд, чтобы пойти поставить эту бомбу. Зипикс, в конце концов, это сделает. Но Моди отрубает молодого игрока Астралиса. Теперь уже Дипри и Керриган. Остается на них только надежда. Дипри пытался найти этот фраг на Моди. На Камазике. Но не получилось. Остается только Керриган, который засейвит свое ВП. Ну и еще один раунд берет команда ТМХ. Все-таки со временем подстроились у нас Астралисы к этому матчу, к этому противостоянию. И, говорим, пополам набирают они свои раунды. Счет 7-5. Три раунда остается до конца первой половины. И, ну что, можно не то чтобы поздравить команду ТМХ, но они справляются. И если возьмут 7-8 раундов, опять же, пистолетный раунд, возможно, ответить на какие-то вопросы. Пока что ВП у Фриса, Амки у остальных. Калашея ВП у Керригана. Теперь уже, наверное, Астралис. Пора предпринимать какие-то новые фишки, новые тактики. Ну и, кстати, Фрис решил сыграть агрессивно. Занял столы. Опачки! И Керриган его встречает. Изучил Керриган игру своего оппонента. Или Зоник изучил. И порекомендовал Керригану как раз-таки смотреть именно тот самый пиксель. Ну и снова 4-5 в меньшинстве, ребята, из команды ТМХ. Неплохо. Неплохо. И мы видим то, что снайпим. Тут принимать колодистанции банан. Тем временем у нас поджимка от девайса на лонге. Он находит глоива. И, на самом деле, не оставляет практически никаких шансов на выживание моди. Однако он даже с 15 хп оформляет даблкил. Через флешку будет действовать. Но через этот камазик, опять же, информация. Астралис есть, а ныне пользуется. Валде остается только один игрок у ТМХ. И, в общем-то, все заканчивается на этом. Астралисы поймали свою волну. Продолжают ее пихать вперед. И, в общем-то, ТМХ, да, с 5-ю раундами, в принципе, могут выйти на вторую половину. Там попробовать, постараться. Но это будет слабая сторона. И у меня, честно говоря, много сомнений по поводу их будущего в этом вопросе. Ну, хотя бы 2 раунда у них удалось взять. Да, дали предыдущие. Но из-за того, что эти 2 раунда дали им хоть какую-то экономическую базу, сейчас можно сыграть с девайсами. А именно сова по матрице без армора. Что печально с ограниченным количеством раскидок от глоива и снэпи. И у снэпи, кроме этого, не до девайса. Именно и у МПшка. Так что не так все весело и радужно. Но хоть что-то. Фриз пока что действует уже не так активно, как в прошлом раунде. Играет на банане, чекает столы. Те самые столы, где он погибал в прошлом раунде. Но астрализы действуют аккуратно. Они на шифтах перемещаются. Он, кстати, перемещается по одному. И на той же длине, например, если пристоял, возможно бы забрал девайса. Ну, а так, находится на банане. И снова Керриган перестреливает своего соперника. Кстати, когда давно Керриган и Фриз играли в одной команде. Это было в конце 2012 года. Тогда они играли в 1-6 за Фнатиков. И, опять же, Фриз был снайпером. Керриган иногда только брал АВП. А вот сегодня, уже в новой игре, Керриган легко и просто справляется с своим бывшим тиммейтом, который всегда исполняет только роль АВП. Xipax действует под точкой B. Играет на шифте. Чекает проходы к себе. Но Астрализы на шифтах все идут. Игнут свою линию, проходят на точку. А, тем временем, Девайс уже зашел в спину. И понимает, естественно, ребята из команды Астрализы, что если удалось пройти в спину, скорее всего, в подвалах есть оппонент. Снайпер здесь действует САК-47. Снайпер погибает, бомба ставится на пленте. Еще один раунд для команды Астралис. Вальда 1-4. Слишком легко. Слишком уж легко отдает позиции. Опять же, Фриз повторяется в своей позиционке. Он регулярно стоит одну и ту же длину. Только один раунд мы с тобой наблюдали, когда он заезжал на Б-плент, когда у него было соло АВП. И у него просто-напросто спаун позволял для того, чтобы зарашить эту Т-точку. Но в этот момент мы видим то, что уже сколько? 14 раундов прошло. И 13 раундов из них он стоит на лонге. Так что мне кажется то, что прекрасно все понимает Астралис. Позиционка слишком легко читается. Они убивают этого Фрица без особых напрягов. И дальше уже проходит на плент. И технически все было понятно. Астралис должны были этот раунд взять. Тим Икса, в свою очередь, сейчас без экономики будут проводить последний. Скорее всего, будет 5-10. И дальше уже все будет зависеть от пистолетного раунда на второй половине. И МПХ. У Снэйпи, а остальные с 5-7 плюс СЗ от Валди. Валди, кстати, довольно хорош в СЗ-шке. Сколько мы уже за ним наблюдаем. У него реально склон с дистанцией там все в порядке. С этим девайсом Глэйв. Что это сейчас было от девайса? Он не смог противостоять с Калашом против 5-7 в дистанции камня на выход на лонг. Я не знаю, что это было. Но в любом случае не получилось. Астралиса отдали одного без разменов. И сейчас не контролирует вообще никакие части карты. Там пытаются постепенно создать пасдарм для выхода на ЗЗ. В сторону Бэплэнта и на Большие Пески. Ну и, в общем-то, Моди уже собрал сейчас информацию. И, скорее всего, перетяжка не доставит себя ждать. Пока что у нас Гзипекс сжмет. Занимает Бэплэнд. Моди с 5-7 старается переселять Большие Пески. Промакивает у нас снайпер команды Астралис. Но это ничего не дает. С 5-7 убивает всего лишь одного соперника. Но и погибает также снайпи. 10. 10 раундов. Причем пистолеты проиграли Астали. Сорой третий проиграли. И, по сути, 2 бая удалось взять команде ТМХ на карте Оверпасса. Это очень плохой результат. Но будем надеяться, что во второй половине они снова возьмут пистолеты. И сумеют хоть как-то навязать какую-то игру в этом матче. Причем 2 бая, которые сами отдали Астралису. Да. Довольно неприятно вообще двигаться. Ну что ж, посмотрим. Будем надеяться. Конечно, пока что никакой интриги не существует. Карта довольно такая спокойная, напряжная. Для Астралис они просто-напросто делают все, что они нарабатывали все это время. Даже после отпуска мы видим то, что они способны более-менее выдавать адекватные результаты против довольно средних или слабых команд. Там уже были в чате комментарии по поводу того, что ТМХ это не слабая команда. Что я все вам лгу. Но на самом-то деле в данный момент она идет последней. 14-я команда. И у нее 0-4 счет по лузам. И скорее всего они могут сейчас получить 0-5. А дальше надо тренинг, конечно, побороться. Но и на 0-6 выйти. И тогда, честно говоря, это будет напоминать ту же самую историю, что и в предыдущем сезоне. Где они заняли, по-моему, второе или третье с конца. И это, конечно, не может устраивать этот молодой коллектив. Ну а мы пока что ждем разыгромочки очередной. Ребята ушли, видимо, по своим делам. Небольшая пауза. Как обычно, это бывает 2-3 минутки. Ну и совсем скоро начнет трейд вернуться за свои компьютеры и матч продолжится. Ну вот пока что девайс нам наглядно показывает, что Керриган и Дюпри у нас. То есть, как и тиммейта, так и зип-экса. Но со временем они придут. Пистолеты. Естественно, здесь нужно брать пистолеты команде ТМХ, чтобы возвращаться в эту встречу. Тем более, мы уже не раз говорили о том, что они пока что плохо себя показывают на этой лиге. У них пока что поражение. И, конечно же, они, как никто другой, должны сейчас стараться в этой встрече. Кстати, для поклонников команды Na'Vi и их игр, хочу напомнить, что завтра нас ждет еще один матч в рамках ESL Pro League с участием Na'Vi. Комментировать его для вас будут, скорее всего, у Хаен Канис. Na'Vi будут играть как раз-таки против Астралис. И вот этот матч на оверпассе, он как раз-таки важен, наверное, для Na'Vi. Потому что они могут посмотреть, как играет Астралис и подчеркнуть для себя какую-то информацию. Ну, в частности, увидеть, что Астралис играет очень медленно, например, этот оверпасс. Ну, хотя и обязательно, наверное, демки Na'Vi об этом знают. Но, в любом случае, какие-то фишки для себя они посмотреть могут. И для Астралис очень важно как раз-таки не показывать чего-то сверхъестественного, чего они, возможно, придумали на оверпассе. Потому что, в любом случае, против Team X можно играть по-другому. У них можно выигрывать какими-то элементарными схемами. А все самое сладкое и вкусное оставить как раз-таки на потом, на матч с Na'Vi. Может быть, так оно и есть. Завтра, кстати, у X-Off тоже будет матч. Причем там у них реальные шансы есть победить. Они будут играть против HellRiders. По факту, два у сайдера группы, да еще группового этапа, будут выступать против друга. Не говорите мне о том, что HellRiders доминирует и все остальное. Да, вполне возможно, они могут играть Team X. Но, в общем и целом, конечно, мы не ожидаем от них топ-4 среди 14 команд. Потому что, я так понимаю, именно 4 выходят же, да? У нас не поменялись правила по этому вопросу. Есенин? Нет. Нет? Нет. Ну вот, значит, надо, соответственно, быть топ-4 среди 14 команд. И мы, наверное, не рассчитываем. А, хотя, подожди, может по 6 они хотели менять. Они хотели менять, но я так и не помню, решили они менять на 6. Потому что об этом многие просили команды. Потому что 4 из Европы это очень мало. Как бы из США это нормально. А вот из Европы 4 это очень мало. И так получалось, да, что в прошлом году Na'Vi не попали. В прошлом сезоне. И еще там какие-то жесткие команды. Поэтому, конечно же, в 6, наверное, это было бы оптимально. Но я вот так и не знаю, поменялось ли что-либо в этом плане. Но это мы вам ближе, скажем, уже к концу реки. Когда, естественно, будет в этом смысл какой-то. Тим Иксы занимают пока что детскую площадку. Идут дальше на длину. Решили они особо не париться и придумали такую элементарную тактику. Керриган проверил фонтан и слышит, естественно, перемещение с их компонентов по длине. Уходят на туалеты. Дают им, кстати, уходить. Но тем временем Моди оцеливает Дюпри. Вальде уходит на Керригана и вешает ему хэдшот. Апленд свободен. На Апленде здесь никого нет. Девайс подуспел на холпу, но получает моментальный хэдшот. Ну и команде Астралис этот раунд будет взять крайне тяжело. 2-3. Нужны хэдшоты, естественно, от Гзипекса и Кьярбай. Эти парни могут. Это, ну, одни из лучших датских игроков, если не лучшие. Фриса стоит за контейнером. Гзипекса ловит Фриса хэдшотом. Тем временем Мукьярба и Шан забрать снаби. Потому что тот красный подключается к Зипекс. Ну и ситуация теперь довольно серьезно поменялась. Нет дефузов. Вот, вот, вот в чем минус. Нужно одному в любом случае садиться и дефузить бомбу, спрятать голову. Тем временем Глейф. А имя-то как же жестко он стреляет из Юспа. Минус Кьярбай, минус Зипекс. 10-6 икс и берут пистолетный раунд. Шикарная работа в важнейшем раунде. Опять же, от Глейфа и вообще, в принципе, от Тим Икс. Что касается Астралисов, им придется сейчас поиграть в Форсбайе. Они все еще способны за счет своих хаймеров адекватно отыграть. Девайс тоже самый здесь с игром очень-очень хорошо дружит. Хотя, кстати, вот Девайса сегодня не видно. Видно Кьярбай с 19 фрагами, Зипекс с 14 фрагами. А вот все остальные парни у команды Астралис выглядят не так интересно. Ну, там, Керриган играл, правда, пару-трех хороших раундов с Аллапом на атаке. Но, в общем, в целом, суть ясна. А вот Тим Иксы взяли два фармгана, три фармгана, прошу прощения, две УМПшки. Плюс Моди взял себе УЗИ. Есть такой шанс, что, на самом деле, зря они так делают с точки зрения того, что противник-то у них серьезный. Уважать стоит. Дюприг, кстати, контролил банан. Стоит, ждет, когда же он увидит головушку Снэпи. Вместо этого он видит летящие к нему молотов. И Тим Икс начинает супер медленно. Судя по всему, они собираются повторять стиль Астралисов в атаке. Играть не быстрые раунды. Хотя сейчас они, опять же, могут ничего особо не бояться. У четырех игроков в Астралис нет армора. Тим Икс, правда, взялся Макс 7. Интересное решение на фортсбайе. И пойдет искать кого-то в туалетах. Да, именно так он будет зажимать кого-нибудь в туалете с шотганчиком. Ну, а Киарбе пока что вычисляет у нас точку Б. Играет он здесь не в одиночку. Рядом Девайс. И ловят головы парней с команды Астралис. Ну, и протягивается почему-то на Б. Дюпри. Хотя четкой информации никакой нет. Но, видимо, отталкиваются от Гзипекса, который никого не слышит. И, мол, говорит, ну я тут союпада и чисто пусто. Но все-таки вот сейчас, что в архивке Аплента у Гзипекса ничего не получилось. И в целом команда Астралис может уже уходить на сохранение своих орудий. Потому что в следующем раунде они, конечно же, пригодятся. Первый армор есть, есть деглы. И выбить как бы с деглами тяжело. А вот в следующем постараться опять на средних дальних повесить шляпы. Это самое оно. Ну, Астралис в этом со мной согласен. Они уходят на точку Б, уходят на термский респаун и сохраняют дезерт иглы. Ну, сейв дезертов такая себе тема, конечно. Но, с другой стороны, что еще остается сделать, если брать то, что попробовали рискнуть, попробовали достататься на Б. Но, в конце концов, мы видим то, что просто не угадали и Аплент отдали без всяких проблем. И Глэйв двигается у нас с ЕМПшкой. Может быть, даже подфармит своих оппонентов. Тут девайс рядом идет и может получиться заполучить лишних 600 баксов США. Нет, не получится. Глэйв все-таки не угадывает, куда стоит идти. И у нас 10-7. Тим Икс пытается вернуться. У нас сегодня камбэк уже был. Он был на Десе 2 со стороны Нави, которые сыграли 11-4 на первой половине. И впоследствии смогли вытащить обратно и забрать целых две карты у своих французских оппонентов. Но, что касается сейчас, Тим Иксы... Ну, не особо, конечно, верится. Но, с другой стороны, за счет вот этих трех раундов в самом начале они могут выйти на счет 10-8. А это не только счет с точки зрения просто-напросто возможностей. Да, это еще и мораль очень-очень большая для того, чтобы выйти в конце концов и постараться и поверить в себя, в то, что вы способны дотащить чужой оверпасс до победной точки. Ну, что, ты в это веришь? Нет. То, что они дотащат до победы? Я просто надеюсь на интригу, но верить-то не верю, честно говоря. Ну, посмотрим. В целом, первый бай, если возьмут, почему бы и нет. Может быть, поверят в себя, поверят в команду друг друга и удивят. Три очка отожмут у Астралис. Астралис является, как обычно, одними из лидеров на ESL Pro League. Тут, чтобы не менялось, кстати, Астралис, наверное, на ESL Pro League, она из самых стабильных команд. Она всегда занимает минимум второе место и обеспечивает себе одно из первых попадания в финальную часть. Попадание в эту четверку. Но, опять же, ничего не изменилось. Возможно, еще и шесть команд у нас попадает на эту лигу. Тем временем пока что деглы по 2000-е у нас остаются у Астралис. Уж в этом раунде точно нет смысла никакого в сейве, потому что в следующем нас ждет, конечно же, этот... Что он ждет? Бай. И, кстати, вот Дюприз, говори, сумел забрать иглом, что они застряли в прошлом раунде 1-го 2-го. Неужели сейчас еще и зафейлит нас иксы? Но нет, бомба все-таки устанавливается. Но, в принципе, Кьярбай жив. У него первый армор плюс 100%. И, естественно, с такими раскладами у Кьярбай может все получиться. Кьярбай немножко проседает, 68%, выходит в малые пески, стреляется с Моди. Попадает неплохо по Моди, но все-таки решил сохранить первый армор. По Моди... Попадает. Кирбай. Попробует. Что-то отаймить. Но, опять же, да, ну, супер наивно. Может быть, конечно, кого-то он и выбил бы. Но не получается в любом случае. Ну, и теперь уже Астралисы смогли выбить целых два девайса. Могли бы выбить и больше из ТМХ на экономическом раунде. Но, в общем, и целом не такой уж плохой раунд для ТМХ. Астралисы сейчас будут играть первый девайсный. Первый девайсный будет уже намного-намного интереснее смотреть. Особенно если брать то, что у Астралисы есть выбор, кому отдать снайперскую винтовку. Корреган или девайсы. Да, девайс берет себе М4. Корреган продолжает играть со снайперской винтовочкой с большой зелененькой. Ну, и первая компания тоже закупается М-ками. Видим, что довольно большой объем раскидок имеется. Есть два типу за. Так что все замечательно. Астралис сейчас попробует сыграть уже хороший классический раунд. Тюбри начинает с того, что выдвигается в сторону фонтанов. Корреган занимает лонг, занимает клумбу. Если сможет на нее попасть, да, все-таки со второго раза у него удается залезть на нее позитивно. Ну, и ТМХ начинает очень и очень медленный раунд. Опять же, я уже говорил о том, что, судя по всему, они будут копировать стиль Астралис на этой карте в атаке. Моди. Халдит контроль и точку Б. Ну, и действительно, по радару, по схеме мы видим, что пока что копируют. Минута 20. Особо никто никуда не спешит. Правда, вот Глейв пытается агрессивничать у нас на банане, но особо не пушит вперед. Отогнал Джупри подальше, но в целом они... Ну, опять же, две датские команды. И, конечно же, команда, которая является на третьем, на четвертом месте, она будет играть, ну, пытаться играть как чемпион. Это у нас присуще любой команде к зиме через деревяху. Просто спрейт с тиммейтом и перестеливает троих, ребята. Он просто троих прошил. То есть, только что его два тиммейта погибли на этом месте, а он пошел, говорит, я тоже хочу получить немножко вкусняшки себе облицом. Такое бывает. Сейчас все пойдут. Сейчас, да, давайте. На самом деле, все бы пошли, тогда у нас отличный был бюджет пришел. Снайпе, наконец-таки, удалось забрать Гзипекса, который просто прошил только что троих через деревяху. 2 в 4. Бомба у нас на руках Фриса, который выйдет на точку Б. Кстати, у него еще он забрать. Ух ты, какая интересная позиция. Девайс там Фрис вроде как не ожидал. Он смотрел направо, но явно вот так сверху его не ждал. Остается один единственный снайпер, который погибает. 11.8 за Астралис, но деньги должны быть, поэтому ничего страшного. То есть, на самом деле, как-то испугался слишком быстро, нажал на спусковой крючок, поэтому не довел прицел просто своего оппонента. Мог бы выстрелить там буквально на пару сантиметров выше. Все было пок. Но вот мне нравится эта игра именно тем, что какие-то маленькие элементы, а именно стрельба через деревяху решила весь раунд с этим трипл-килом. И даже дабл-килл бы уже решил половину вопросов. И представьте, насколько сейчас обидно Тим Икс, которые попытались камбэкнуться за счет первой тройки раундов, взяв пистолетный, в очень-очень тяжелом состоянии. И Киригон пропушил, говорит, парни, пойду-ка я погорю немножко. Очень классные мувы. То есть, его отрезали при помощи молота, он выстрелил, спалил свою позицию, оставил его оппонента вбежать за ним и сам же сгорел на том молотове, о котором прекрасно знал. Но думал-то, что его не продамажат настолько, что он не сможет из него вылезти. Что ж, бывает, случается, кирбэкс делает пусто и получает немного дамаги, прыгает все равно. Супер отважный парень, на самом деле, такие вещи обычно не прощают. Абсолютно большинство команд такого бы не упустили. Но Тим Икс, это немного другая команда, и она все-таки дала шанс второй кирбаю, чтобы выжить и еще немножечко пострелять. Ну и что? Может быть, возьмут нас Тим Икс сейчас раунд, и тогда оставят без денег Астралов, и за счет этого выйдут вперед. Ну, не вперед, но возьмут свой девятый, возможно, десятый раунд. Пока Халдят понимает, что в преимуществе, что прошлый раунд натупили конкретно. Но сейчас можно все еще изменить ту ситуацию, в которой они находятся. Да, у них же уже и в этом натупили, честно говоря. Оп, сейчас будет самый важный момент. Кзипекс откидывает флешку, по нему есть информация, и в слепую моде расстеливает своего соперника. Отличный смок под пиарбайк. Есть смысл уходить на сейв, получает огромное количество дамеджа. Понимает это. Парни уходят сохранять оружие. Девятый для Тим Икс. Правильно делают. Тим Икс, с другой стороны, опять же, все очень-очень грамотно. При выходе на Б-плэнт смогли обеззреть быстро своих оппонентов. Девайс, правда, тут все равно халявушку какую-то откинул с балкона. Его, походу, за это сейчас будут казнить. Нет, он идет. Он идет, все с ним будет в порядке. Мы видим то, что Тим Икс не решается на то, чтобы бежать за своими оппонентами, выбивать девайсы просто по той самой причине, что страшно. Страшно, не хочется выбивать, не хочется терять собственное, если более точным. Потому что денег все еще довольно мало. Прижимистая экономика у Тим Икс. Мы поставили бомбу, заработали денег. Сейчас еще и раунд возьмут, так что все у них будет замечательно. Астралис, в свою очередь, надо что-то подумать по поводу своего поведения на Б-планте. Потому что Тим Иксы явно себя там чувствуют очень-очень адекватно. Не считая предыдущего рауна, где они нафокапили. Очень здорово против Зипикса. Мы сейчас посмотрим, кстати, что себе Зипикс с Гарригором возьмут. Мы видим то, что... Им, наверное, откинут. Да, им откинут Эмку. Одну, а вторую. И вторую откинут. Ну и отлично. В общем, фулл закуп у Астралис получается в этом раунде. Что касается Тим Икса, они играют с 5-ю штурмовыми винтовками, а без снайперской. АВИК от Девайса. Калаши. Действительно, как ты сказала, Тим Икс. И этот АВИК сейчас сможет Калаши-то наказать. Нет, промахивается Девайс. Быстро он пытался забрать человека, который летел буквально на детскую площадку. Но немножко не довел. Теперь нужно уходить на дефолт и снова довольно медленно будет разыгрывать сейчас Иксы этот раунд. Что по табуляции? По табуляции мы видим отсутствие денег на следующий раунд в случае проигрыша команды Астралис. Поэтому этот раунд значит очень многое для команды Тим Икс. То есть 10-й, 11-й и может быть даже 12-й. Потому что в зависимости от того, с каких они отстрелят. Посмотрим. Пока что играют медленно, ничего не меняют. У нас Тим Икс повторяет полностью свою игру прошлого раунда. Повторяет игру команды Астралис за атаку. Ну, оверпасс. Оверпасс он всегда славился тем, что нужно занять туалеты, нужно занять начало банана. И тогда ты можешь всегда стянуться просто на бэф и ковать. В общем, тут открывается огромное количество возможностей. Поэтому, если быстро играть стоит, то не всегда, не часто. В 50% возможно. Или даже реже. Керриган тем временем с АВП очекает банан. Замечает одного. Простеревает, откидывает ХЕшку. Пошла раскидка гранат. Но, по-моему, сейчас очень хорошо Астралисы могут откинуться. Но нет, они этого не делают. Вальду удалось забрать и Керриган, и Дюпри. Девайс, его просто отсекли с маком. И снова можно уходить на сейв. По-моему, Иксы возьмут еще один раунд. Девайсу хоть и удалось забрать Вальду. Но остаются коктейли Молотова у нас. И остается флешка у Фриса. И хорошие позиции. Плюс бомба стоит на контейнере. Мне кажется, Астралис уже... Ну, когда совершали перетяжку, уже остановились. То есть, когда они потеряли и Дюпри, и Керриган, они поняли, что не имеет никакого смысла. Опять же, Керриган должен был делать минус по моде. Попал ему только в ногу или там через стенку. В любом случае, выстрел смягчился. И моде не получил все 100% минусов на себя. Только 17%... 17% у него осталось. И мы видим то, что, конечно, это повлияло очень сильно на исход сражения. Зипикс и Кирбай. Да, потеряют Дювайс. Сейчас Зипикс, не знаю, Кирбай, может быть, нет. Кирбай смог выбить его из снэпи. Но это в любом случае очень-очень большое поражение для Астралии с точки зрения экономики. И замечу то, что Тим Икс впервые заходит на Аплент, принимая снайперскую... Кирбай с обвапом от Фриса, которого не было до этого. И Кирбай, единственная винтопка у Астралис. Остальные играют с пистолетиками. Не дефолтными, но в любом случае немного светит. Кирбай, кстати, пошел отдавать МКУ на андерграунд. Интересно, сможет ли он здесь прорвать этот выход от Тим Икс или все-таки погибнет. Посмотрим, как оно будет. Но пока что все не очень радушно для команды Астралис. Они тратили то лидерство, которое они добыли в первой половине. И сейчас за сильную сторону они демонстрируют как раз-таки той самой чемпионской игры. И команда Тим Икс, может быть, начнет радовать своих болельщиков, если такие вообще у них имеются. Пока что Глейв ошибается в туннелях. Его моментально забирает к Ярбай. Есть инфа. Чекает дальше угол, но к Ярбай как же четко контролю своим. Удалось юному дарованию сделать два минуса. Правда, моментально Тим Иксы делают все-таки размен. Ситуация 3 в 3. Пистолеты против Калаша и АВП от Фриса. Длину у нас решил поджать, судя по всему, Дюпри. Но там снайпер его контролит. А также решил поджать к Зип-экс туннели. Ну и тут моде на чеку. Это 2 в 3. Ну и группируется команда Тим Икс. Пойдет, судя по всему, на план B. Что ж. Посмотрим, что здесь будут делать эти парни, оставшиеся. В колодистанции Девайс. Открыть дверку. Подождал, когда откроется Моди. Ну надо было, надо было прикончить сейчас Девайса. В конце концов, у него была привигированная позиция. Но у Моди был калаш. Печаль, беда. Дюпри остался один. И даже в Моди он не добивает. И квадрокилл от этого датского стрелка молодого. И мы видим то, что сейчас становится 11-11. Время на ничья. На ВП закупает себе Корриган. Говорит, парни, мы делаем все по-другому. Мне, кстати, интересно, куда все-таки теперь поставят ВП. Потому что мы видели, что Корриган играл довольно опасные позиции. Очень быстро выбили. Теперь можно сыграть, например, будет поглубже. В середине окончания раунда. Например, там от банка снайперская позиция довольно неплохая. Или от Камази какого-нибудь. Ну, посмотрим. Или Лонг. Так, Корриган подвигается на шарике. Будет контролить фонтаны. Но не случилось. И вот он уходит обратно. И теперь уже будет занимать свою окончательную позицию на мид-раунде. Глейв вместе с Валди двигаются в сторону андерграунда. Сейчас выйдут. И интересно. Интересные позиции теперь занимают у нас Астралис. Они решили не играть супер глубоко. Они решили принимать в стороне туалетов. Корриган снова мажет. Дюпри тем временем выходит через смок по информации от своего тиммейта. И зайдет в спинку Валди. Хотя это уже не имеет никакого значения. Потому что Керриган его все-таки отстреливает. Дюпри все еще держится смоками. Скоро они покажут фейдаут. Глейв, правда, рядом здесь. И они могли столкнуться в этом сражении. В конце концов, Глейв решил сыграть попассивнее. Отошел обратно. Прист тем временем пропушил лонг. И Савапа сканирует местность на Апланте. Дюпри прекрасно понимает, что сейчас нельзя отдавать никаких лишних фрагов. Они уже отдали один. И это будет слишком жирно для Астрали, слишком легко. И Дюпри все-таки находит еще один фраг. И таким образом они теряют моди. Остается втроем против все еще фуловых Астралисов. У которых есть раскидки. У которых есть ИВП на Апланте. Те, которые их ждет. Вот Корриган опять же учел предыдущий раунд с АВАПом. И встал на много-намного более глубокую позицию. С которой его выбивать будет намного сложнее. Снэпи падает. Глейв падает. И третий выстрел от Корригана не достигает своей цели. Однако Фриз оказался полностью вне позиции. По нему информация имеется. Его просто сейчас несколько стволов, несколько сторон возьмут в сэндвич. И отжарят хорошенечко. И это происходит очень-очень быстро и болезненно для Фрица. 12-11. Ну что. Это было важно. И справились. Справились. Ну а теперь еще один такой раунд нужно брать команде Астралис. Тогда уже они рассыпят скорее всего команда Тим Икс. Которая будет действовать без экономики. И которая будет скорее всего рисковать. Потому что у двоих людей там есть бай. А у вторых их нет. И скажем так счет их может подтолкнуть на такие вот необдуманные действия. Если они отдадут этот раунд и следующий раунд, тогда уж точно нас ждет победа команды Астралис. Ну я забегаю немножко вперед. Давайте посмотрим как все произойдет в данный момент. Тем временем Киарбай принимает бэплэн с тиммейтами. Решили втроем играть здесь игроки команды Астралис. А вот в агрессию решил побегать Дюпри. И практически нашел голову сейчас Фриса, но не попал в нее. 79 хп оставил снайперу и уходит на длину. Ну и самое главное за счет Дюпри сейчас получили информацию ребята из команды Астралис. Мол это скорее всего пока что бэ. Но в любой момент могут еще перетянуться. Это, скажем так, не тяжело сделать на том же верпассе. Все за счет тех же туннелей. Керриган пока что на банане. Никуда не уходит. Вот Дюпри скорее всего остается на длине. Да, вот он. Ну и по-прежнему ребята из команды Тимикс находятся под точкой Б. И готовят раскидку этого плента. Зипикс все еще ожидает, когда же все-таки Тимикс решаться на то, чтобы выйти. Потому что они реально готовят очень-очень-очень долго и очень пассивно. Мы видим то, что Дюпри вместе с Керриганом на самом деле находится очень далеко от того, что перетянутся на бэплэн. Вполне возможно они будут это делать через Underground. Хотя нет, они будут это делать через точку А. И модим. Выходит на большие пески. Приходит к малым. Тут находит Типикса. Вполне возможно найдет еще Девайса. Девайс его прикончил. Глейф. Сразу же на размении сыграл. Очень грамотно двигается сейчас Тимикс. Размениваясь один в один. И три-три ситуации. Снэпи ставит бомбу. Или не ставит. Очень много горит. Четыре хам... Что? Что сейчас произошло? Почему Снэпи? Снэпи рассчитывал на то, что видимо Молотов закончится еще до того, как он погибнет. Но в конце концов, вместо того, чтобы поставить бомбу, он просто отдал свою жизнь за бесплатно. Без СМС регистрации. Снэпи с тем временем играет на планете. Опять же, его позиция известна прекрасно. У него ВП. У него нет шансов на то, чтобы промахнуться. Либо он отдает этот раунд. Глейф. Здесь к лос-дистанции играет. На спортивной позиции. Тюпи! Все-таки погибает. И трон заканчивается у Глейфа. Он тратит время на то, чтобы перезарядиться. Ситуация один в один для Кирбай. Кирбай! Как же так? Лучший стрелок команды. Остралис на протяжении всей первой половины. Да, в общем-то, и второй не смог справиться с последним игроком у Тим Икс. При том, что у него была информация по месторасположению. И вроде как была более привилегированная позиция и тайминги. Но не случилось. И мы видим, что Тим Икс продолжает сражение. И выходит на очередную временную ничью 12-12. Ну что ж. Теперь все плохо у команды Астралис. Они рискнули. Они купили МК плюс 5-7. Отсутствие дефузов. Отсутствие смоков. И если этот раунд возьмет команда Тим Икс, они выйдут вперед. Они возьмут также и 14-й раунд. Ну а там будет финишная прямая. И карту оверпасс можно забирать. И наконец-то сдобывать 3 очка. И вот он. Тот самый вкус победы. Который, возможно, уже почувствовали немножко команда Тим Икс. Но, как мы знаем, он может быть довольно обманчив. Поэтому, естественно, думать нужно только лишь о конкретной ситуации. О конкретном раунде. И нужно делать все, чтобы этот раунд затащить. К Зип Икс вместе с девайсом. Решили поджать зигзаг. Чекают выходы на себя. Тем временем на шутах действует у нас Тим Икс. И почему-то не проверяет абсолютно лево. Но непонятно зачем довольно быстро действует к Зип Иксу. Не ожидал явно увидеть там абсолютно всех своих оппонентов. Ну практически всех. Три человека у нас находятся под Б. Один лишь Вальды контролят туннели. Ну и снова под Б идут Тим Икс. Могут быть прочитаны. Тут Керба и Девайс действуют в два дула. В две Эмочки контролят один зигзаг. Один контролят большие пески. Ну и позиция у них довольно хорошая. Ну снова вот эта вот суперсклицкая игра Тим Иксов. Мне кажется то, что мы с тобой смотрим не Тим Икс против Астралия, а Флипсайд против Мулзов, честно говоря. Там тоже две команды, которые обожают вот эти вот медленные выходы. И в конце концов оружие Фриса находит Керба. Девайс прожегся до 68 хп. Медиум рейр. И попробует выйти. Малок песков все-таки ничего у него не получается. Фрис его прикончил. Снайп тем временем разобрался с выходом с балкона от Керригана. И Дюпри остался с сейвом М4. На самом деле Керригану тоже стоило это сделать. Но вместо этого он пошел и отдался. Совершенно бесполезно. И Тим Иксой без особых проблем. Выходит на этот бэплайн, ставит бомбу, выигрывает раунд. Счет становится 12-13. И неужели Астралия садает свою карту? Вот вопрос. Пока что все идет к этому. Команда, которая может быть на этот момент то ли зазналась, то ли что. Но в итоге они сейчас могут проиграть. 2013-12. И самое главное в следующем будет Фамас, Аэмки, опять отсутствие диффузов и гранат. Да. Очень-очень грустно. Очень печальная ситуация для Астралис, которую надо будет следующий брать к Профизносу. И именно понимание того, что хотят Тим Иксы сделать на окончании, опять же, раунда. Сто пудов они будут делать супер медленно. Сейчас это будет, скорее всего, быстро, потому что они знают, что экономики у противника нет. Можно сыграть против более опытных своих оппонентов быстро. Нет. Нет. Все равно супер медленные раунды. Я не знаю. Я не очень понимаю Тим Иксов сейчас. То есть можно просто выйти в каких-нибудь лонг-дистансах, поотработать против этих пистолетов. И все будет замечательно. Но вместо этого давайте посидим и посмотрим на то, как они обнимают фонтан. Кидают из него водичку, кидают в него монетки, для того, чтобы вернуться снова обратно. Глэй тем временем кидывает Молотова на банан. И постепенно, постепенно пиксель за пикселем Тим Икс законтролили начальные позиции для выхода, что на А, что на Б плент. Корреган тем временем с Кирбаем делает тут... О, это тройная подсадка от девайса и компании. Интересная вещь, но неэффективная, потому что на болоте никого нет вообще. И, судя по всему, никого и не будет. Это точно. Потому что у нас Вальды контролят просто аркаду, а все остальные смещаются на длину и пойдут на аплэнд. Поэтому подсадка бесполезна. Но, опять же, они же об этом не знают. Они просто пытаются что-либо подпринять, но не получается. Не получается. Команды Астралис показать хороший диффенс. Ну, с другой стороны, если проиграет сегодня Тим Икс, тогда завтрашняя игра с нами будет интереснее. Потому что это заставит команду Астралис показывать свою самую лучшую игру. И, естественно, тогда уж Нави не позавидуем. Тем временем выход на. Снапи делает килл, Вальд делает килл, бомба устанавливается. Но этот раунд, конечно же, входит в копилку пиксов. В общем-то, все очень просто. Как обычно, Тим Иксы отстреливают своих оппонентов. Находят еще и фрагменты Твайса. Снапи формируют все, что может. Трипл килл с УЗИ. Очень, очень много денег. 1800 долларов. Но Астралисы. Последняя надежда на этом Оверопассе. Девайс не купит себе АВП. Все будут с М4. Нет, даже будет Фамос от Девайса. Для того, чтобы раскупиться с закидками, раскидками и диффузами. Что самое интересное. Что ж. 4 М4, 1 Фамос. И по полной, до нулей Астралисы закупаются. С тем, чем только возможно. Даже Дикей. Гербай купил себе. Точнее, Дикой. Для того, чтобы обманывать оппонента своими призрачными мувами. Ну и Тим Иксы снова начинает супер-слов-моушен раунд. В котором они пытаются контролить разные выпады Астралис. Но мы видим то, что в этом раунде подопечные Керриганы решают, что им не стоит никуда идти. Что им стоит просто контролить свои дефолтные позиции. И какие-то раши ранние. Или какие-то агрессии. Они явно не имеют никакого смысла. Потому что Тим Икс будут их ожидать. Потому что, опять же, Тим Икс не отличается разнообразием в своих таймингах и темпах атаки. Сейчас Глэйв подвигается постепенно к туалетам. Дюпри будет основным принимающим эту позицию. Плюс Керриган будет ему саппортить на банане. И Дюпри решает, что стоит отойти в более пассивную позицию. Уходит обратно. И к нему присоединяется еще и Кирба. Интересные передвижения от Астралис. Такие спокойные. Тихий шифтинг. И Снэйпи и компания тоже находятся очень-очень далеко. От своих оппонентов не хотят никак пойти на контакт. Остается 50 секунд. Нужно уже постепенно все-таки какие-то позиции выбивать. И вот она поехала. Первая ласточка. Фрис нашел к Керригана. Выбил капитана команды Астралис. И постепенно влюбляется в сторону банана. Дюпри вместе с Кирбаем на контрпуш. Выдвигаются через шифты. Дюпри вместе с Кирбаем. Мне кажется, что их позицию прекрасно знают. Да. Глэйв отрабатывает одного. Кирбай будет вторым. Судя по всему, его сейчас просто обойдут. И даже если он убьет одного. Какая-то флешка. Но все-таки она не помогает. Кирбай одевается вместе с Зипиксом. Вдвоем остаются против четырех игроков Тим Икс. И неужели это пятнадцатый раунд для молодых датчан? И все-таки Зипикс отрубает одного. Снэпи падает вторым. Дювайс. Говорит, парни, у меня все схвачено. У меня трипл килл с Фамаса. С одной и той же позиции с КамАЗа. Которые Тим Икс почему-то не совладали. И как всегда, молодые датчане ошибаются в самый важный для них момент. И дарят колоссальный шанс для команды Астралис. Откомбэчить. Такой мини-комбэк уже сделать во второй половине. И забрать, ну или ничью, на ничью вывести все, или забрать эту карту. Пока что 14-13 в пользу команды Тим Икс. Только что могли, могли, я напоминаю, выиграть. А не взять пятнадцатый и сказать до свидания. Но нет. Ставили в игре Астралис. Взяли у нас первые датчане свой тринадцатый раунд. И доработали даже немножко денег. Теперь АВП появилась у Керригана. А Керриган с АВП это довольно опасный пассажир. Играет он на длине, чекает эту позицию. Никого, правда, на длине не будет, скорее всего. Или будет, но с поздним таймингом. У нас минуты двадцать пять до конца этого раунда. И, как обычно, Тим Икс делают все очень-очень медленно. Люблю я эти раунды. Каждый раз прям сердце радуется. Разнообразие бесконечному. Например, угла фриса, который он контролит регулярно. Один и тот же выход из лонга. Астралисы вообще уже забыли о том, что такое ранние пуши тоже. И постепенно занимаются тем, что отконтроливают туалеты. Так же, как и в предыдущем раунде. Дабло деприкер бай. В предыдущем раунде можно сказать, что это получилось. Просто вот именно этот элемент в туалетах не получился. Хотя, однако, девайс смог закончить раунд в свою пользу. И таким образом Астралисы получили возможность продолжать борьбу. Даже с одним УВП, которого в предыдущем раунде не было. Керриган, правда, и в предыдущем раунде все равно отдался без всяких выстрелов. Но, может быть, в этом у него что-то получится немного лучше. Он контролит лонг, на который постепенно свои моськи сейчас покажут Валди вместе с Фрисом. Фрис-то, кстати, овап. И Керриган пропускает. Интересно, кстати, увидел ли его сейчас Фрис в эту маленькую щелочку, которую усмотрел Керриган. Ну, действительно, важно. И начинается пуш постепенно на банан. Кирбай будет первым принимающим. Депри! Минус Снэпи. Дальше еще и прострелы на одного, на второго. Моди! О, мой бог! Кирбай просто отрезал Моди лицо. Валди, правда, сразу же пришел на размен. Ситуация 2 в 2. При этом мы видим то, что Астралис придется им играть через ротацию. Имеется Девайс в андерграунде. Зипикс на халпе. Они будут с двух сторон зажимать. Сейчас самое главное, чтобы Зипикс не торопился и ждал, когда его тиммейт сможет занять грамотную позицию для того, чтобы атаковать. Ну, а Девайс играет очень грамотно. На шифте действует через банан. Не ломится. Астралис ждет, пока на него кто-то выйдет. Но и в ответ довольно интересно действуют ребята из команды Тимикс. Они тоже не вылазят. Но со временем нужно занимать какую-то точку. Рискует Валда. Зипикс в итоге его отстреливает. Но Фриз благо убирает у нас Девайса. Ситуация 1 на 1. Уходит поглубже и подальше Фриз. Отпускает Зипикса на плент. Остается 1 на 1. И минус Зипикс. Это 14-й. Извините, 15-й раунд для команды Тимикс. И теперь они на коне. А команда Астралис без денег. Это ЦЗшки, это Муха, Фамас от Киарбай. Ну что ж. Интересно будет посмотреть, как будут играть Астралисы, если они сейчас проиграют первую карту, что они сделают уже на Детрейне. Потому что играть там будет сложнее. Тимиксы сами на Детрейне чувствуют себя довольно уютно. Играли, напоминаю, против Фейзопа с счетом 16-13. Что, конечно, является довольно неплохим достижением. И собрать, насколько неплохо Фейзи сейчас выступает в общем зачете. Киарбай вместе с Депри держится у нас в андерграунде вдвоем. Ждут, когда же к ним придут Тимиксы, бывшие СК-гейминг. И Тимиксы не отличаются все еще однообразием. Я не устану это повторять. Эти парни все еще играют один и тот же подход. И, судя по всему, они снова хотят идти на Апленд. И это интересно довольно-таки. Потому что сейчас место расположения остается немного другое. И Глейв не особенно ожидал там встретить Кирбай. Это по трезвому голову. И вместе с Депри продолжает свою защиту на андерграунде. Но Снэпи приходит и кладет двух своих оппонентов. Опять же, у ТПа был ужаснейший тайминг. Он был в этот момент троллейбус. Держался за гранату. И не смог ничем ответить своему оппоненту. Девайз тем временем уходит с позиции андерграунда. По своему поздорову. И будет занимать Б позицию. Ну что ж, 4 в 3. На Зиге Девайз. От него зависит сейчас все. Правда, экзипкс подтянулся. Судя по всему, угадывают Астралис. Выходца. Но при этом моде. Хороший хэдшот. Девайз умирает. Быстро теперь действуют, естественно, фиксы на точке Б. Попадает экзипкс хэдшот. Но ему здесь нужно не хэдшотить. Ему нужно убивать одного, второго, третьего. Он уже два хэдшота, кстати, повесил. Практически справился. И три хэдшота, экзипкс, минус нахер. Но все остальные погибают. Ну, не все, а Керриган, который ничего бы не сделал. Это победа. Команды Тим Икс. Удивительная победа. Три очка зарабатывают иксы. Начиналось все очень печально. Но в какой-то момент они почувствовали, что могут одолеть своих соперников. Поздравляем, ребят. Не переключайтесь. Следующая карта совсем скоро. Тим Икс против Астралис. Продолжение следует.